Дорогие друзья, всем привет! Сегодня с вами мы прилетели в Турцию, в город Кемер. Прилетела я одна с ребенком, потому что старший пошел в школу, поэтому мы решили взять отель в центре курорта. Отель у нас называется Ланкора Бич 4 звезды. В нем есть разные категории номеров и мы взяли самый экономичный на втором этаже. Прилетели мы рано утром, весь день провели на море, поэтому видео начинается с анимации. Я стою на втором этаже, снимаю с балкона. Сегодня 30 августа и это национальный праздник Турции, День Победы. Если анимация в отеле вам неинтересна, то смело можете перематывать на пару минут вперед. Так как анимация в отеле обычно из себя представляет живую музыку и танцы отдыхающих, то решила самый наш первый день и праздник День Победы оставить в этом ролике обзора отеля. Если вы не хотите смотреть праздничный день 30 августа, то мотаем на время 2 минуты 47 секунд. День Победы День Победы День Победы День Победы Друзья, доброе утро! Мы после завтрака пришли на пляж, поэтому первым делом я хочу показать вам заход, размер гальки, сам пляж как выглядит и окрестности и виды рядом. В Кемере я отдыхала давно, поэтому мне запомнился пляж. Это такая крупная галька и валуны. Когда я пришла на пляж Ланкоры, то приятно была удивлена, потому что галька достаточно мелкая, красивая, беленькая, заход комфортный, но можно воспользоваться тапочками, кто не готов заходить босиком. Скоро расскажу про сам пляж, а пока хотела рассказать про свои первые ощущения, когда я пришла на берег. Хочу сказать, что первое ощущение, что зачем ехать в Ниццу, когда море, цвет воды, сам пляж такой же, как в Ницце, красивая бирюзовая вода, красивые виды, но если брать отель, по системе все включено и где шезлонги и зонтики бесплатно, как в нашем случае, то это выходит намного экономичнее Ниццы, где шезлонг легко стоит 25 евро на человека. Это, конечно, касается только той ситуации, когда люди хотят приехать покупаться, позагорать и отдохнуть в отель. Сейчас показываю вам размер гальки, саму гальку и плавный заход в море. Смело можно купаться с детьми, но нет такого, что как в Анапе, идешь и идешь и нет глубины. Пляж называется Фламинго Бич, он относится к нашему отелю Ланкора, который находится через променад. Протяженность пляжа 30 метров, шезлонги, матрасы, зонтики бесплатно, пляжные полотенца тоже бесплатно, хотя была информация, что их под депозит предоставляют. Но их совершенно спокойно можно получить в спа-центре, меняют через день или через два дня. Бар на пляже есть, но он за дополнительную оплату. А вот бар в отеле, буквально 50 метров вернутся в отель и для отдыхающих он уже входит в стоимость проживания. Общая площадь территории меньше 4000 квадратных метров, состоит из четырехэтажного здания и двух блоков. Я живу в главном здании, поэтому с террасы всю территорию вижу как на ладони. Вот она всего. Слева уже сцена, где проходят вечерние мероприятия. То есть очень компактная, небольшая, но уютная и зеленая. Вот уже дорожка и ворота на пляж. Слева, посмотрите, арбузы растут, каждый день наблюдаем за ними. Вышли за ворота и вот сразу пляж. Очень удобные деревянные настилы в виде дорожек, сделаны поверх гальки, чтобы было удобно ходить. Слева бар за допоплату, где можно купить, например, эскимо. Но мы за напитками возвращались в наш бар. Тут же рядом пляжное кафе, где можно взять гамбургер, картошку фри, перекусить в обед. А теперь пойдем, я покажу вам номера. Как я уже сказала, наш номер забронирован эконом. Видите, окно выходит во внутреннюю часть здания, то есть на бассейн и на ресторан. Обращайте внимание, при бронировании, напоминаю еще раз, номер эконом. Чайник вот проходим, у нас телевизор справа. Номер площадью 16-17 квадратных метров. Все необходимое есть. Есть зеркало, шкаф, все очень удобно, чисто, с ремонтиком. На двоих с маленьким ребенком этот номер меня полностью устраивает. Прошли телевизор, шкаф, полок, полок много, фен есть. Полотенце меняют каждый день, не нужно даже просить. Мыло, шампунь, гель для душа дают. Вода горячая, вот один раз только днем были проблемы. А так, все хорошо работает. Кондиционер в номере индивидуальный, спутниковое ТВ есть, музыкальные каналы. И пока мы смотрим «Танец живота», хочу рассказать все-таки про номер. Значит, мини-бар есть, воду в первый день заезда предоставляют бесплатно. Wi-Fi в отеле платно, я расскажу про это дальше подробнее. Значит, фен показала, сейф тоже есть за дополнительную оплату. И есть в номере чайник и чай-кофе, его пополняли. Я пила всего один раз, и нам на следующий день пополнили, поэтому не знаю, пополняют ли каждый день или нет. На данный момент я нахожусь в баре. Днем это пляжный бар, а вечером место для анимации. И снова вечерняя живая музыка. Внизу это бар, где я только что сидела. Сделаю такую пометку. Отдыхая в этом отеле, нужно понимать, что в номере слышно музыку до 12 ночи. И снова доброе утро. Идем на пляж после завтрака. Справа, обратите внимание, санитайзеры. Они стоят по всей территории. Бар. Воду тут выдают в индивидуальной упаковке. Хотя, когда у сотрудников есть возможность, они стараются налить из кулера в стаканчики. Нужно обязательно говорить, что вы хотите в индивидуальной упаковке. Бар, который у ресторана, там выдают в бутылках и в таких запакованных стаканчиках. Все-таки хорошо ухаживают за территорией. Она небольшая, но вон садовник все поливает. Простет, он тут не один. Вон, да. Вон там два. Да. Пойдем. Вот наш отель. Дерево. Ворота. И вот пляж. Хочу добавить, что спасатель на пляже работает, следит за купающимися. Ребенок подсказывает мне, где что и как снять. Поэтому еще раз хочу показать вам дорожку на пляж. Вот ворота. За воротами сразу променад. То есть вот она, не территория отеля. Это променад центра города. И вот он пляж. Заходим на пляж отеля. Пришло время показать, куда же выходит окно моего номера. Вот он, внутренний двор именно моего корпуса. Вид на бассейн и на главный ресторан. Слева в углу бар ресторана. Для четырех звезд меня все вполне устроило. На мой взгляд, питание слабовато. Сейчас конец ужина. И я решила вам хоть чуть-чуть показать. Вот не разрешают. Но я покажу чуть-чуть, что осталось от еды. Обычно вторые блюда в виде рагу, плова или мяса с овощами. Хлеб в индивидуальной упаковке. Бутылки с маслом. Салаты. Выбор салатов достаточно большой. Но не сильно разнообразные. Также есть закуски в виде различных паштетов, рулетов. Очень большой выбор сладостей. Сейчас этого не видно. Но все-все столы заставлены разнообразным сладким. Я люблю больше пахлаву. А тут обычно разные тортики. Фруктов много. Арбузы. Опять же, это все конец ужина. И дыню дают. И персики. Яблоки. Груши. Сливы. Фруктов хватает. После таких отелей, где я отдыхала, как Белли с Делюкс или Макс Ройл, конечно, питание слабовато. Но для тех туристов, кто понимает, что он покупает 4 звезды, точно голодным не останется. Поужинать, как и пообедать, можно не только в этом ресторане. То есть не только в главном ресторане. Внизу, рядом с зоной, где проходит дискотека, справа, видите, тут обычно делают барбекю или гриль. Сегодня как раз один из тех случаев, когда прекрасная рыба на гриле. Сейчас мы подойдем, посмотрим. Вот я вам покажу. Не знаю, разрешат ли снять. Вот смотрите, рыбу жарят. И рыба вкусная. Я уже ела. А вот эти номера над рестораном, над бассейном, которые с окном и с видом на внутренний двор. Я думаю, вы обратили внимание, что все сотрудники отеля работают в масках. Повара, конечно, работают в перчатках. На территории везде стоят санитайзеры. Охранник меряет при входе температуру. И багаж при заезде обрабатывают каким-то таким паром. Дезинфицируют. Сейчас мы подходим с вами к зоне ресепшн, потому что я хочу снять для вас стоимость Wi-Fi и сейфа. Смотрим сейф. И смотрим стоимость Wi-Fi. 1 час 1 доллар. 1 неделя 15 долларов. Если вы хотите более подробно посмотреть стоимость, просто остановите или перемотайте видео на тот момент. Даже туалет у зоны ресепшн решила вам показать. Для тех семей, которые решили отдохнуть в этом отеле с ребенком, хочу сказать, что в отеле детской площадки нет. Но если вы идете в сторону моря, направо поворачиваете и сразу за отелем в парке огромный детский бесплатный городок и детские площадки. Днем высокие деревья спасают от солнышка. Рядом тут Макдональдс и Бургер Кинг. Все в нескольких минутах ходьбы. Мы ходили, покупали мороженое. А если выйти из отеля, из главного входа, то напротив центральная улица со всеми магазинами, супермаркетами, аптеками. Также рядом находится часовая башня. Такие магазины, как может кто-то любит вайкики и другие магазины одежды, где что-то можно купить. Я как всегда снимаю видео и меня нет. Чуть-чуть покажу из себя. В отеле достаточно комфортная атмосфера. Нет публики и даже молодежи, которая может много выпить и как-то некрасиво себя вести. Все очень прилично отдыхают. Кто хочет, танцует. Кто хочет сидеть за столиками, слушает музыку. Из бара я ушла в ресторан, который на данный момент закрыт. Но, как я уже говорила, что у отеля не везде есть стены и получается как открытая терраса в некоторых местах. Также на территории отеля много качелей есть. Ни один бассейн, как я говорила, корпус не один. Поэтому сейчас еще дам немного информации. Но в целом буду показывать только территорию отеля, танцы отдыхающих. Так что, если кому-то это не очень интересно, то просмотр видео можно на этом завершить. А для тех, кто остался со мной послушать дальше об отеле, хотела сказать, что в отеле есть также турецкая баня-хамам. Она бесплатна. Сауна, которая тоже бесплатно предоставляется. Тренажерный зал, настольный теннис, спа и тренажерный зал я не стала снимать, потому что в зале занимались люди. А в бане отдыхали люди. Не хотела нарушать их личное пространство. Для тех, кому это важно, в номере есть русский канал и не один. А сам отель не новый. Он построен в 89-м году и последняя реставрация проходила в 11-м году и, по-моему, в 16-м. Также не забывайте, что в отеле есть различные категории номеров. От эконома до стандартов и до комфорта. Стандарт в нашем понимании тоже не совсем стандарт. Есть нюансы по видам и, по-моему, они не все с балконом. А вот уже номера, которые продаются как комфорт, они как стандартные номера с хорошим ремонтом. Ну и вот на этой ноте, наверное, все. Хочу подвести итог и сделать маленький комментарий, что этот отель, конечно, чаще всего выбирает молодежь или семьи без детей. Детей возраста либо 35+, кто хочет отдохнуть, погулять. Есть пары и пожилые, то есть возраста 60+, 70+, которые хотят жить в центре города, в центре курорта. Но под конец отдыха, когда уже мне нужно было улетать, прилетели и семьи с детьми. И даже из других отелей в Сиде или других курортов люди с доплатой переезжали к нам в отель, лишь бы рядом была активная городская жизнь. Особенно в этот период, когда многие отели осенью 2020 года после ковида решили не открываться, а откроются только на сезон 2021 год. Поэтому тоже учтите, что в некоторых регионах, кроме отеля, выйти некуда. Если же вы любитель рынков, либо какой-то активной жизни и хочется посетить экскурсии, хочется выйти куда-то погулять, то выбирайте Кемер или Центр Белека или Аланию на Средиземном побережье. И в самом начале видео я сказала, что пляж Кемера мне запомнился другим. Что в памяти остались крупные камни, крупная галька и булыжники. И также неудобный заход в море. На самом деле это есть и сейчас. Если мы смотрим на море, то слева находятся отели, такие как Валери, Бич, Фейм, Роуз. То у них уже более крупные камни, валуны. Хотя для захода сделаны очень удобные мостики. И можно без проблем заходить и купаться. Но если кто-то любит более комфортный заход, чтобы обойтись без мостиков, то лучше смотреть отели, которые находятся от Ланкоры. И если смотреть на море, то правее от Ланкоры в сторону Макдональдса. В отеле Ланкора на пляже тоже есть такие мостики. Поэтому у вас есть выбор. Либо заходить спокойно по таким спускам, по комфортным и мягким. Либо прямо по гальке или в тапочках, как я уже говорила. Ну и на этом точно все. Наслаждайтесь анимацией в отеле Ланкора. Я с вами прощаюсь. До следующих видео. Если я что-то забыла рассказать или у вас есть вопросы, пишите. Я с радостью постараюсь на них ответить. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok